всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня котлеты с пюрешкой а ты поторопись у нас сейчас обед котлетки с макарошками с пюрешкой с пюрешкой но котлеты рыбные я обожаю рыбу и больше всего на свете пожалуй люблю именно жареную не за памятные времена дальняя родственница жены рассказала мне рецепт рыбных котлет как она сообщила этот рецепт достался и от подружки еврейки и с тех пор нашей семье за этим блюдом закрепилось название котлеты еврейские от обычных скажем так не еврейских рыбных котлет их отличают два момента сейчас я ими с вами поделюсь итак нам понадобится ну понятное дело рыба у меня мерлуза он же хек лук-порей морковь лук репчатый масло сливочное пряности для бульона яйца хлеб молоко короче список прочитайте на экране итак поехали это у меня мерлуза или как и называют россии хек мне необходимо снять филе метода стандартная до нельзя ребят шкура всякие плавники все это дело пойдет на бульон и это первый секрет сегодняшнего блюда так что закладываю в кастрюлю эти кости и сразу посолить ну и для того чтобы бульон был поинтереснее поярче надо добавить немного овощей лук-порей у меня правда он жиденький ну ничего пойдет и морковку почистить магия кино и порезать вот такими крупными кусками нормально будет отправляю их костям и залить водой сразу лавровый лист и черный перец фарить его надо при довольно сильном кипении чтобы как можно больше вкусов ароматов в бульон вывалилась пока он начнет закипать займусь репчатым луком его надо порезать мелким кубиком чтобы кубиком нарезать было проще делать это надо спонсорским ножом если остро наточенным самура хай карбон нарезка нарезкой но про бульон не забываем пену-то надо снимать для того чтобы это было уж очень важно все-таки в первую очередь пену снимают для эстетичности в смысле что бульон прозрачным сегодня прозрачность совсем не важно но если не лень все-таки снимите теперь второй секрет сегодняшний котлет делю весь нарезанный лук пополам и вот одну половину отправлю обжариваться на сковороду на сливочном масле а вторая пойдет фарш в сыром виде лук надо хорошенько подрумянить поджаренный даст в котлеты свою такую карамельную сладость а сырой добавит им сочности хлеб кстати надо замочить молоке да 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 я знаю что мне скажете корочку лучше срезать но мне больше нравится с корочкой это если конечно речь идет о такой вот корочки она достаточно мягкая и совсем не толстая рыбу нарезаю кусочками что проще будет измельчать потом и следить конечно же за косточками совсем будет нехорошо если в котлете во рту попадется такая здоровенная кость фарш буду любить вот в этом агрегате лень собирать мясорубку конечно же более менее нормальное количество фарша в этой штуке умаешься готовить у меня сегодня порция совсем небольшая так что у меня тут с луком с луком у меня все отлично выдержу его добавить свежий лук теперь хлеб хорошенько отжать и положить к рыбе куриные яйца соль перец я положу белый по большому счету можно не заморачиваться и положить черный у белого перца чуть более тонкий аромат белый перец это же самый черный только с него вот эту черную шкурку уже содрали поэтому резкости такой во вкусе нет но для сегодняшних котлет они же жареные мне кажется использование именно белого не принципиально ну и завершающий штрих сухой укроп я конечно с большим удовольствием свежий положил но его наших краях умаешься искать и теперь это нужно старательно вымешать делать это я буду в своем чудо агрегате если у вас фарш чересчур жидкий случается если рыба неважного качества то можно добавить панировочных сухарей они впитают лишнюю влагу но не переусердствуйте слишком большое количество хлебных рожек сухарей панировочных сделают котлеты чересчур рыхлыми ну и хватит пожалуй вымешивать можно приступать обжаривать я буду вот в этой огромной сковороде но фарша мне хватит наверное на пару закладок поэтому чтобы в промежутках между ними сковороду не ныть воспользуюсь стандартным приемом я уже не раз и не два демонстрировал для удобного формования котлет воспользуюсь кольцом фарш липкий текучий руки мне клюки поэтому вот так теперь присыпать сверху для панировки использую панировочные сухари и на сковороду и точно также с остальными котлетами их надо хорошенько подрумянить двух сторон довести практически до готовности и пока они доходят до этого волшебного состояния предлагаю вам пройтись по основным этапам сегодняшнего рецепта остались завершающие стрихи котлеты поджарил они какие-то красивые но это еще не все бумагу со всеми этими горелками удаляю смотрите чистая сковорода и возвращаю котлеты обратно последний на сегодняшний секрет вот для чего варил бульон кстати попробуйте его и при необходимости досолите если он недостаточно соленый бульон надо наливать так чтобы нижний ряд котлет был покрыт не больше чем на две трети их высоты и томить на среднем огне под крышкой до тех пор пока эти котлеты не впитают весь бульон займет это в моем случае минут в восемь-десять не больше как раз хватит времени что приготовить картофельное пюре самое обычное стандартное на сливочном масле и молоке вы его сто раз видели поэтому мучить вас не буду и показывать как я чищу картошку варю там но и и тоже не буду итак магия кино и вот результат котлеты с пюрешкой честно признаться вот эти котлеты больше всего мне нравятся в холодном виде не смысле что и ледяные из холодильника ну когда уже остыли на мой вкус это это волшебное блюдо они сочные они прохладненькие ну вот вы любите например заливную рыбу или холодец вот это немножко не то но сочные они настолько же насколько может быть сочным таким классным пропитанным этим бульоном холодец на мой вкус просто шикарное блюдо ну и так тоже неплохо ну давайте уже попробуем что же здесь такое смотрите какая красота ну запах отличные рыбные котлеты очень аромат рыбы поджаренного лука перчиком пахнет вот этот способ бульон рыбный дает такую сущность этим котлетам просто фантастика с картофельным с пюрешечкой красота обязательно обязательно хотя бы один раз попробуйте сделать эти котлеты именно так то есть половина на лука сырая половина обжарена до до сладости до такого хорошего коричневого цвета и обязательно потомите и в бульоне вы будете просто влюблены в этот рецепт и по-другому эти котлеты делать больше не будете никогда спасибо вам за лайки дизлайки за репосты спасибо вам за компанию сделайте тебе котлеты попробуйте это супер спасибо за компанию всем пока